Привет, Фред. Привет. Привет. Я из Пензы, из небольшого городка, где 7 ноября 2015 года пройдет концерт твоей группы «Лимбискет». Символично, что у нас в России революция произошла 7 ноября. Ленин, большевики захватили власть. Устроишь ли ты революцию в нашем городке, в нашей Пензе? Вау. Это очень интересно. Круто. Интересный факт. Спасибо, что рассказал мне об этом. Теперь я буду знать и смогу что-то подумать на эту тему. На самом деле мы никак не готовимся к концертам, чтобы все было спонтанно, искренне и по-настоящему. Чтобы этот концерт стал чем-то особенным не только для вас, зрителей, но и для нас. Я рад, что мы будем играть в Пензе, тем более в такой день. Вы не готовитесь к концертам, зато к вашим концертам готовятся многочисленные российские музыканты. Сейчас в преддверии вашего тура происходят музыкальные битвы за право выступить на разогреве Олимбискет. Какую группу вы бы хотели видеть? Может быть, на контрасте сыграть? Может быть, совершенно противоположны вашему стилю? Электроника, этника, народное, может быть, пение, может быть, хоровое? Как таковой стиль мне не важен. Хочется, чтобы то, что делают эти группы, было, во-первых, искренне, во-вторых, свежо. Чтобы эти музыканты действительно были достойны возможности выступить. Вот такие критерии. Но тут есть одна проблемка. Сейчас уже многие музыканты российские записали ковера на Олимбискет. Прекрасные, разноплановые ковера, замечательные песни. Но Ютуб берет и блокирует эти ковера. Как ты относишься к авторскому праву? Пиратство – это не твоя проблема? Вещи вроде Ютуб – вне контроля по ряду причин. Сейчас сложилась интересная ситуация. В принципе, артисты могут себе позволить делиться музыкой бесплатно. Я не считаю, что это плохо. Потому что так она останется в веках. Так ты завоевываешь новую аудиторию. Ты распространяешь музыку, которой люди наслаждаются. Зарабатывать можно на другом. Продавать билеты на концерты, сувенирную продукцию. А писать музыку для того, чтобы делать на ней деньги – это неправильно. Про деньги поговорим. Money sucks tour. Многие называют в России его антикризисным. Сам следишь за экономической ситуацией в мире? Может быть, играешь на бирже? Может быть, у самого-то есть акции каких-то предприятий? Как ты, Фред, соотношишься с экономической политикой? Я, безусловно, слежу за экономической ситуацией. Потому что для меня экономика – это отражение того, что происходит в головах людей. Я думаю, что сейчас в мире имеет место быть некоторая неразбериха. Этим туром я как раз хочу показать, что я в курсе всего, что происходит. И я, как американец, хочу дать людям правильное представление о России, потому что сам я очень люблю вашу страну и хочу показать, насколько она прекрасна. Надеюсь, что, возможно, я стану одной из частичек пазла, который сложится у людей в верную картину о России. Отлично, вообще. Мне 41 год, тебе 45. Мы пережили время Холодной войны, когда была там гонка ядерных вооружений. И вновь сейчас очередной виток Холодной войны между Россией и США. Можно считать себя голубем мира? Можно считать посланником доброй воли вообще группы Олимпийских с этим гастрольным туром по России? Да, я посланник мира. Мы думаем, что мы стали ближе к очередной Холодной войне из-за средств массовой информации, если честно. Потому что правда не имеет ничего общего с тем, что показывают в новостях с обеих сторон. А некоторые люди живут тем, что им рассказывали в новостях, верят им. Просто в России все это преподносится с одной стороны, а в Америке совершенно с другой. Поэтому люди не знают правды. Поскольку я бываю и там, и здесь, я вижу, как все происходит на самом деле. И я надеюсь, что смогу донести людям правильную информацию, хотя говорить и показывать правду очень тяжело. В этом смысле я посланник мира. И о приятном. Не знаю, есть ли вообще в английском языке слово «муза», но все-таки, Фред, кто твоя муза? Кто твой творческий музыкальный ангел-хранитель? Это очень интересный вопрос. Интересный вопрос. Я часто задаю его сам себе в тяжелые времена. Знаешь, в такие времена, когда нужен луч света в темном царстве, чтобы пришли идеи. Я не уверен, что я знаю, кто или что является моей музой. Но мне кажется, что это искренность, внутренний фильтр, через который я все пропускаю. Это самое важное в моем творчестве. Так что искренность – вот моя муза. Но я не уверен в этом наверняка. Это очень хороший вопрос. Еще я приготовил подарочки. Напомню, что я из Пензы, учим это слово. Это вот земной шар, земной шар, который стоит на трех слонах. У нас в Пензе есть памятник Глобусу в Пензе есть. Самый знаменитый памятник Пензы – мужик с конем. А это… Он все еще стоит? Он там еще есть? Да, да. Сходим в гости. Круто. А это наш земляк Павел Воля. Он очень известен в России как стендап комик и как певец. И как просто хороший человек. О, супер. Мне нравится комедия. I love Limp Bizkit. Добрый день. .